Всем большой привет! Вы на канале На Кухне у Цыганочки. У меня сегодня очередной способ покраски яиц к Пасхе. На моем канале вы сможете найти еще несколько видео. Там есть декупаж яиц с салфетками, покраска яиц чаем каркаде. Ссылочки оставлю под видео в описании. Заходите, смотрите. Ну а сегодня я буду красить, наверное, самым натуральным, самым простым способом. Так красили наши мамы, бабушки. Это луковая шелуха. Но мы с вами, конечно же, добавим секретный ингредиент. Будет очень красиво. Яйца должны быть комнатной температуры, не из холодильника. Это для того, чтобы они при варке не потрескались. И лучше всего их помыть. Тогда краситель будет лучше их окрашивать, лучше будет браться к яйцам. Луковую шелуху нужно мелко порезать. Я прямо вот так вот в чашке мелко ее измельчаю. Чем мельче вы порежете, тем будет красивее и лучше. Понадобится кусочек марли. Он у меня в два слоя. Рассчитайте так, чтобы у вас яйцо, вот так вот все, марлечка покрывала, чтобы можно вот так вот было собрать. Яйцо обмакиваем в воде. И в луковую шелуху, чтобы она хорошо вот так вот прилипла к яйцу. Выкладываем в марлю. Можно еще добавлять вот так вот луковую шелуху сюда. И собираем. Стараемся крепко прижать. И завязываю это все ниточкой. Хвостик я обрезаю. Лишнюю марлю вот эту вот срезаем. И так я продолжаю со всеми яйцами. Берем какую-нибудь кастрюлю. Старую, страшненькую. Чтобы не было жалко, так как она окрасится. Новую кастрюлю не берем. Чтобы не портить, отправляем сюда яйца. Если луковая шелуха осталась, так же ее сюда высыпаем. Добавляю 2 чайные ложки соли. Это для того, чтобы яйца при варке не трескались. Заливаю холодной водой. Так, чтобы яйца вода покрыла. Все, теперь пойдемте на плиту. Будем их варить. Ставим на медленный огонь, чтобы они потихоньку медленно прогревались. Чтобы не потрескались. Ну и как в начале видео я уже говорила, то, что будет секретный ингредиент. Это зеленка. У меня здесь 25 мл. Примерно половина пузырька я вливаю сюда. Это где-то 10-15 мл. Также еще добавляю пару столовых ложек уксуса. У меня 9%. Создает более яркую окраску. Более интенсивный будет цвет. Аккуратно перемешиваем. И ждем, когда закипит. С момента закипания я варю 9 минут. Кипят они у меня на умеренном огне. Не нужно, чтобы они слишком булькали. Для тех, кто не хочет использовать зеленку, можете заменить на чай каркады. Добавьте 3-4 столовые ложки. Будет красивый фиолетовый цвет. Или просто отварить в луковой шелухе. Тоже получается красиво. После того, как они сварились, я оставляю вот так вот постоять. Примерно 15-20 минут. Перекладываю их в холодную воду. И можно будет уже открывать и смотреть, что получилось. Для того, чтобы они были более яркие и красивые, смазываем подсолнечным маслом. Посмотрите, какая красота получается. Вот такие вот красивые малахитовые яйца получаются. Поздравляю вас с наступающим светлым праздником Пасхи. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Всего самого наилучшего. Ну, а если вам понравилось это видео, этот способ покраски яиц, тогда поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. Также пишите комментарии, ваш любимый способ покраски яиц. Будет очень интересно почитать. Также вы можете при желании еще подписаться на мой Яндекс.Зен канал. Ссылку я оставлю под видео в описании. Ну и до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока.